Наверняка вы слышали про суперфуды, а также про то, что они высокопитательные, сверхполезные и супербогатые витаминами. Давайте разберемся, действительно ли суперфуды несут особую пользу или их название очередной маркетинговый ход. Здравствуйте, меня зовут Елена Лемешко, я семейный врач. Итак, что же такое суперфуды? Считается, что это продукты с максимальным содержанием полезных веществ в нем. То есть употребляя их можно как минимум сохранить здоровье и замедлить старение, а как максимум излечиться от хронических болезней и омолодиться. Список из суперфудов большой. Уже традиционно туда относятся ягоды гуджи, киноа, спирулина, ягоды асайи, семена чья, кокосовое масло. Этот список огромный, туда еще входят более традиционные лосось, зеленый чай, семена льна, голубика, брокколи и гранат. Перечень далеко не полный, потому что универсального определения понятия суперпищи нет. За счет чего работают суперфуды? Окончательного ответа тоже нет. Но чаще всего их положительные свойства объясняют высоким содержанием антиоксидантов, веществ, замедляющих окисление и, соответственно, старение организма. Также эти продукты богаты белком, клетчаткой и микроэлементами. Люди, употребляющие их, говорят, что чувствуют себя здоровее и бодрее. А разве это не то, чего хочет каждый человек? Все верно. Но научно этот факт не доказан ни одной организации. Вообще исследование влияния одного конкретного продукта на человека очень сложно оценить, потому что здоровье зависит от многих факторов. Не очень понятно, что делает жители Тибета здоровее. Постоянные физические нагрузки в сочетании с полноценным питанием или же знаменитые ягоды Годжи. В 2007 году Европейский Союз запретил использование слова суперфуд на упаковке продуктов, если эта польза не была доказана. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов не обнаружило положительного влияния антиоксидантов для здоровья человека. А лабораторные исследования, в которых эта польза подтвердилась, намного проще человеческого организма. Если прочитаете тематическую статью на Википедии, то она прямо указывает, что суперпища или суперфуд это маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые, как предполагается, приносят пользу здоровью в результате исключительной плотности питательных веществ. Этот термин обычно не используется экспертами, диетологами и нутрициологами, многие из которых не согласны, что определенные продукты имеют преимущество для здоровья, как это утверждают сторонники этого термина. Можно руководствоваться принципом. Пусть что хотят, то и говорят. Но на всякий случай пару ягод годжи лучше все равно добавлю в смузи. Отлично! Это значит, что вы задумываетесь о том, что едите. В таком случае ваше питание будет как можно более разнообразным и полноценным. Стоит понимать, что если вы все время питаетесь неправильно, мало двигаетесь, не занимаетесь спортом, не высыпаетесь, то никакие суперфуды вам не помогут. Еще пару слов о мифах. Миф один. Поваренная соль яд для организма. Наверняка вы слышали про советы заменить ее какой-нибудь полезной экзотической солью. В качестве замены обычной поваренной предлагается морская, гималайская, иранская, черная и разные другие виды соли. Вот только различия в их составе настолько мизерны, что для получения обещанной пользы вам придется поедать эту соль килограммами. Единственное, в чем они серьезно различаются, содержание йода. И тут счет в пользу поваренной соли, которая йодируется промышленным способом в целях борьбы с йододефицитом и его последствиями. По данным ВОЗ, примерно треть населения Земли потребляет недостаточное количество йода. Причем даже проживание на морском побережье не панацея. Так стоит ли отказываться от поваренной соли? Миф 2. Йогурт помогает пищеварительной системе. В йогуртах есть полезные бактерии, но еще больше вредного сахара. Да и польза бактерии, в общем-то, преувеличена. Само заявление, что лакта и бифидобактерии полезны, сомнительно. Эксперты Европейского агентства по продовольственной безопасности опровергли данные о лечебном эффекте этих бактерий. Полезность продуктов с пробиотиками рекламный трюф, который производители уже долгое время используют для увеличения продаж. Бактерии из йогурта не могут качественно улучшить состояние кишечника. Покупной йогурт даже для профилактики проблем слабоват. Разница в количестве между коренными жителями кишечника и бактериями из йогурта будет в 100 тысяч раз. К тому же, судя по тем же исследованиям, половина йогуртов не содержит и половину заявленных полезностей. А вот в домашнем йогурте количество бактерий в 100 раз выше покупного. Получается, что благополучно забытый кефир и ряженка ничуть не уступают новомодным живым йогуртам. Делайте йогурт в домашних условиях. Это гарантия того, что все ингредиенты молоко, закваска и фрукты будут качественными. И не добавляйте в такой йогурт сахар, иначе вся польза сведется к нулю. Миф 3. Мед – лучшая замена сахара. Вашему организму все равно, заменяете ли вы сахар медом, сиропом агавы или сухофруктами. Сахар есть сахар, и в чрезмерном количестве он вреден в любом виде. Подписывайтесь на канал «Школа пациента медассистент», ставьте лайк, жмите на колокольчик, пишите в комментариях, о чем бы вам еще было бы интересно узнать. Желаю вам крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Субтитры создавал DimaTorzok